Насколько страшна эпидемия ожирения, волнует не только диетологов, но и журналистов. Больше сотни опрошенных барнаульских женщин признались, лишний вес – огромная проблема. Но опрос также показал, в зависимости от возраста люди выбирают разные методы похудения. Молодые – спортзал, постарше – диеты и подсчет калорий. Профессионалы от фитнеса спешат развенчать миф. Меньше есть не значит худеть, а скорее наоборот. И тераконизм стремится отложить прозапас. Питание для похудения не может быть статичным. А эффективная система похудения построена на чередовании калорийности. В разные дни. Спортсменам вторят и гастроэнтерологи. Чтобы правильно худеть, надо есть. Желательно пять раз в день, но, разумеется, ничего жареного и сладкого. Важны, по словам экспертов, и психологические тонкости. Даже такие, как, например, размер тарелки. И уж ни в коем случае не способствуют похудению. Экстремальные методы. Упор делается на вот эти экстренные методы похудания. И когда похудели, достигли сиюминутного результата, и быстренько его забыли. И поэтому опять резко прибавляет. В результатах опроса барнаульцев фигурировал такой метод, как употребление продукции для похудения. По словам представителей компании «Эвалар», это достаточно эффективно. В ассортименте «Эвалара» сегодня представлено более 20 натуральных продуктов для снижения веса. Первый этап – это активное очищение, детоксикация. Второй этап – это активное похудение. И третий этап – это поддержание результатов. Но если продукция для похудения – натуральный продукт, то и сама еда должна быть такой же. Хочется, чтобы в основе ресторанной кухни были правильные, хорошие продукты. И в большинстве случаев, чтобы это были наши алтайские продукты. Физические нагрузки, регулярное здоровое питание, натуральные добавки. Эксперты вновь и вновь повторяют известную формулу. Только комплексный подход поможет избежать лишнего веса. Екатерина Гаськова, Павел Лауронин. Наши новости. Спасибо.